Друзья, всем привет! Давайте сегодня поговорим немножко о седьмом числе, о цифре 7, сейчас вы поймете. Не только потому, что сегодня 07, 07, с чем вас всех и поздравляю, друзья, а потому что у нас еще есть великолепная семерка. Великолепная семерка – это правление нефтегаза Украины. И эти ребята за прошлый год получили, друзья, 610 миллионов гривен. Еще раз, больше полумиллиарда гривен получило 7 человек, которые составляют правление государственной компании нефтегаз Украина. Сейчас расскажу об этом подробнее, вы подписывайтесь на канал, мы здесь говорим правду, в том числе о тех вещах, которых вы вряд ли где-то еще услышите. Итак, нефтегаз Украина. Вы знаете, есть такая компания, государственная, полностью. И вот эта компания, в ней есть правление. 7 человек во главе с Андреем Коболевым. Из этих 7 человек, там несколько человек, это иностранцы, это вот такой директор, например, выкуновщий с трансформации Отто Арнольд Ватерландер, Петрус Стефанус Вандрил, это финансовый директор, ну а остальные наши. Ребята, и, ну ребята такие, простые, как дважды два. Как выяснилось, за 2020 год, в котором нефтегаз получил убыток, еще раз, то есть предприятие нефтегаз, предприятие в 2020 году оказалось убыточным. Зафиксированы при плане финансовом в 19 миллиардов прибыли, они зафиксировали 13 миллиардов гривен убытков, но это абсолютно никому не помешало. Выплатить себе премий, различных доплат, бонусов, друзья, на общую сумму только 7 людям, 7 человек, 610 миллионов гривен. Как вы можете легко посчитать, в среднем это почти по 100 миллионов гривен на человека, на лицо. Ну, если так это можно назвать. Значит, ну в это лицо много входит, понимаете, 100 миллионов гривен каждому. Ну, есть, конечно, рекордсмены, и главный это у нас Андрей Коболев. Я вот смотрю просто, чтобы с цифрами, за 2020 год Андрей Коболев получил 347 миллионов гривен. Друзья, еще раз, 347 миллионов гривен. Это у нас сколько там, около 13 миллионов долларов США в руки, то есть по миллиону долларов в месяц. Вот сколько зарабатывает у нас глава нефтегаза Украина при убытках. Может быть, эта компания показала фантастические доходы. Нет, друзья, эта компания показала огромные убытки. И вот такая сумма. Ну, дальше он там некто Сергей Перелома, первый заместитель главы, 63 миллиона. Притом, смотрите, чтобы вы понимали, например, Отто Ваттерландер, директор с трансформацией. У него оклад 8,8 миллиона гривен. Но суммарно получилось 60 миллионов гривен. Это всякие доплаты, бонусы на лечение, на отдых, на просто там подъемные. Вот так эта вся система работает. Я хочу вам напомнить, как намахали нас всех. Уже дважды. Во-первых, в прошлом году кабинет министров ограничивал зарплаты чиновников. Мы, депутаты, голосовали. Не больше, чем 47 тысяч гривен в месяц. Ковид, людей нет зарплат, куда же. Все, мы голосовали все, как один. И, в общем, держат депутатов и всю страну за дурачье. Потому что при всех этих ограничениях, которые действовали почти весь прошлый год, 47 тысяч гривен, их отменили только в октябре месяце, ребята получили правление от нефтегаза по 100 миллионов гривен на лицо, еще раз, в среднем. А у нас ограничения, 47 тысяч гривен в месяц. Но есть еще всякие талантливые ребята, типа Сергея Лещенко, в других госкомпаниях. Тот, например, в Укрзалезнице. Там миллионы тоже. Но я сейчас... Можете представить, какой обман колоссальный всей страны. А перед этим, в январе месяце прошлого года, Зеленский на встрече с тогдашним премьер-министром Гончаруком, он на встрече с ним сказал, смотрите, значит, вот эти бонусы, которые должен получить Коболев и Витренко, в общем, вот, они не должны получить эти бонусы. Все. Вот потому что это нечестно и несправедливо. Перед людьми сидел, видео показали всей стране, все-таки, какой честный, справедливый ЗЕ. Вот там, друзья. Посмотрите это видео. Я очень хочу у вас разобраться с ситуацией, которая тоже обернется великим скандалом на Кнафтогазу. С привода их процентов, которые они получают, с 2,9 миллиардов долларов, которые мы получили от Российской Федерации. С тем процентом, что они получают, согласно контракту, 29 миллионов долларов. Они тоже должны быть не только травматичными менеджерами, а еще и остаться людьми. Посмотрите, как намахали, извините, как обманули всю 40-миллионную страну. После всех этих разговоров Кобалев получил все. Мне сейчас могут сказать, да, ну вот, Кобалева уволили. Да, друзья, его уволили. А кого назначили? Ветренко. И тут второй фигурант всего того же разговора, который тоже получил уже свои сотни миллионов. Просто в этом году он не был в правлении. Но, например, в 2018 году он получил больше 200 миллионов гривен на лицо. И все нормально, друзья. Все хорошо. Эти ребята продолжают получать свои сотни миллионов. Зеленский продолжает рассказывать, как он всех чиновников берет за рога, как он из кончезас повыселяет каких-то негодяев, пенсионеров там, престарелых. При этом талантливые ребята, великолепная семерка, как мы узнали с 7.07, правление нефтегаза инкассирует в среднем по 100 миллионов гривен на лицо, а некоторые, как Кобалев, там по 13 миллионов долларов за год. Вот и все, друзья. Вот такая у нас правда жизни. Подписывайтесь на канал, чтобы знать всю правду. Это полный вообще какой-то полный беспредел. Еще раз повторюсь, и это все при убытках. Как вспоминается, знаете, вот у меня, по-моему, есть Жванецкий. Вот. У него такая... У меня много книжек Жванецкого. Вот одна из них. И у него есть фраза. Имейте с прибылей, а не с убытков. Что же вы грабите страну, да еще и на убытках. Держим строй. Субтитры сделал DimaTorzok